И всем привет! Сегодня мы поговорим об игре, которая коренным образом изменила рынок всех мобильных игр на сегодня, а именно об игре Among Us. Сам Among был выпущен в июне 2018 года, но смог получить популярность только в 2020 году. И несмотря на разницу в 2 года, даже в то время игра оказалась инновационной, а всё дело в уникальной механике игры. Among Us по сути был обычной мафией, обвёрнутой в оболочке детской игры, но остальное я думаю вы все уже давно прекрасно знаете. С момента выхода Among Us, все игровые компании решили повторить успех игры, и начали выпускать свои пародии. Безусловно, некоторые были хуже, некоторые были лучше, но идея игры оставалась неизменной. Кроме того, некоторые пародии на Among Us даже смогли переплюнуть сам Among Us, в основном из-за графики, новых ролей и голосового чата, которого в Among Us нет и по сегодняшний день. Из лучших таких пародий на Among Us я могу привести несколько. Это Suspect Mystery Mansion, очень понравившаяся стримерам, и игра SuperSUS, полностью повторяющая Among Us, но только в 3D. И кроме того, даже ПК-разработчики решили выпустить пародию Among Us. Её название Dreadhanger, и по мне это самая недооценённая игра такого жанра. Но всё-таки основной темой ролика является Among, и сегодня мы о нём поговорим. И давайте сразу о главном. В чём же причина успеха Among Us? Начну, конечно же, с банального. Дело в том, что они взяли настольную игру и перенесли её в ваш смартфон. Отчего простая игра в мафию с друзьями стала лёгкой и универсальной. Эх, ну да, у меня же нет друзей. Но помимо просто дружеских игр, вы могли поиграть с родобными челами в интернете. Ведь этому способствовало возможность создавать комнаты и присоединяться к ним любым игрокам. И помимо этого фактора был ещё один неочевидный. Многие люди начинали создавать дискорд сервера ради того, чтобы поиграть друг с другом. Потому как в Among Us до сих пор нет голосового чата, и до этого тоже его не было, и вряд ли он вообще будет. Людям приходилось как-нибудь изворачиваться и придумывать способы, как поиграть поживую. И слышать голос человека и поиграть с ним по звонку намного интереснее, чем писать в чате. Чего игроки заводили себе новых друзей и начинали общаться с ними. И порой общение даже выходило в реальную жизнь. И в итоге даже те, кому уже надоело Among Us, возвращались туда только для того, чтобы поиграть с своими новыми друзьями. Так, ну а теперь пора поговорить о том, как успех Among Us застал другие компании создавать свои интерактивные мафии. И конечно говоря об этом, наверное, самая первая и самая успешная была Саспить Мистери Мэншу. Большое количество новых ролей, голосовой чат, возможность общаться с друзьями. Всё это привлекало новых игроков туда. Ну и конечно же стилистика игры, ведь игровой дизайн у неё был на высоте. Не думаю, что есть смысл сравнивать со Спек с Among Us в плане графического дизайна, но это именно тот случай, когда пародия обогнала оригинал. И наверное могла бы даже стать лучше Among Us, если бы разработчики не были такими жадными. Но об этом в следующем ролике. Следующая игра, которую я хотел бы упомянуть, это Супер Сасс. Отличий от Among Us у него не так уж то и много, потому что, ну, буквально, это просто перерисованный в 3D Among Us. В основном всё осталось такое же, кроме ролей и скинов. Не знаю как вам, но честно, мне Супер Сасс не очень нравится. Графика кажется слишком дешёвой, и когда ты заходишь в игру, тебе сразу же предлагают купить Battle Pass. Ну да, конечно, такое себе. Но изюминкой Супер Сасса стало наличие уникальных игровых ролей, в которых нет ни в одной любой другой игре. А в целом это тот же самый Among Us, но просто в 3D. И перейдём, пожалуй, к самой новой и разнообразной по геймплею игре. Это Dreadhanger, которая была выпущена только для владельцев ПК, обладающая отличной графикой, хорошим геймплеем. Но, к сожалению, не хайпанувшая на фоне того, что она была изобретена для людей, которые сидят в ПК. Хотя, уверен, вы могли видеть её на стримах у многих популярных стримеров, но на самом деле тут спорная ситуация, потому что контента по ней остаётся мало по сей день. А так, в целом, игрушка годная, советую все игры, которые я сейчас перечислил, советую в них поиграть, потому что, ну, они довольно-таки интересные. Ну и вот, что я хотел бы сказать в целом про пародии на Among Us. Некоторые даже сложно назвать пародии, например, как Dreadhanger, потому что она только похожа своим геймплеем на Among Us, а в целом это, считай, полностью другая игра. Но одно их объединяет, а именно жажда разработчиков к деньгам. Пару это убивает некоторые игры данного жанра, но факт остаётся фактом. Все клоны Among Us сделаны только с одной целью, это заработать на новых игроках. Как-то грустно, на самом деле, ролик заканчиваю, но не грустите, лучше подпишитесь на мой ТГ, там каждый день происходит какой-то разный движ, так что всех жду в своём ТГ. Спасибо огромное за просмотр, следующий ролик будет об истории Among Us. Всем пока!